В прямом эфире новости на седьмом канале мы продолжаем в эти минуты. В законодательном собрании края началась сессия. Сегодня должна решиться судьба одного из самых нашумевших проектов Красноярска, платной парковки. Депутаты будут решать, принимать штрафы для неплательщиков или нет. Я напомню, предполагается взыскивать с физических лиц тысячу рублей, а с юридических две. Сейчас в ЗАГС собрании находится и мой коллега Денис Денисов. Он на прямой связи со студией по телефону. Денис, добрый день. Знаю, что повестка сегодня очень обширная, но дошли ли уже до самого главного? Наталья, здравствуй. Пока к прямому обсуждению вопроса о платных парковках, в частности, об изменении краевого закона об нестрадительных правонарушениях, еще не приступили. Но, тем не менее, вопрос платных парковок уже прокомментировал святитель ЗАГС собрания Александр Ус. Это было, скорее, такое эмоциональное высказывание. Он назвал, что этот проект чрезвычайно важен для каждого, без исключения жителя Красноярска. И если как водители, так и пешеходы не будут готовы на какие-то сложности или лишения в ходе реализации подобных проектов, у нас всех неизбежно ждет транспортный коллапс. Ну вот, мне лично с этим не согласиться нельзя, однако, по оценке многих экспертов, проект платных парковок сейчас пока очень сырой, и здесь очень много несогласованности, несостыковок, но вот то самое несоответствие к краевому законодательству. Так, например, неясно, кто должен платить за просроченную парковку конкретно хозяин автомобиля, или тот, кто в данный момент находился за рулем. В общем, множество таких несоответствий мешают нормально существовать этому проекту. С этим согласен и профильный комитет ЗАГС Собрания, который, я напомню, не так давно был на выездной комиссии, после чего его члены не рекомендовали своим коллегам в ЗАГС Собрания принимать вот тот законопроект в том виде, в каком он сейчас существует, и вот несколько позже к нему вернуться и отправить его на доработку. Ну, тем не менее, вопрос, я напомню, пока еще не обсуждался, так что пока какие-то выводы делать рано. Мы будем следить за развитием ситуации на сессии и обязательно еще вернемся к этому вопросу. Наталья. Денис, большое спасибо. Я напоминаю, что на прямой связи со студией был мой коллега Денис Денисов. Ну и что ж, какое решение приняли депутаты, мы обязательно расскажем в вечернем выпуске в 19.30. Спасибо.